Что такое «континуанта»? Так, вообще, вы знаете, что цепная дробь – это от того, что в некотором смысле, там все время, знаете, деления появляются и появляются. Цепная дробь – это значит, что он делает много раз, более-менее одну и ту же операцию. Помните, что такое? Выделение целой части, и потом вместо дробной части пишем единицу делить на дробную часть. Так? Замечательно. Но, вообще-то, иногда говорят не цепные дроби, а непрерывные дроби. В знак того, что мы вот непрерывно делаем, 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 делаем. Непрерывно не в смысле, что это процесс текучий, а в смысле, что это процесс, который для нерационального числа вообще никогда не кончится. И что такое по-английски «континуан»? Продолжающий. Да. Так вот, континуанта возникло именно в тот момент, когда чаще всего говорили не цепные дроби, а непрерывные дроби. И просто это то, что имеет отношение вот к этим самым трагерам, понятно, к этим самым трагерам. Определение континуанта ввести очень легко. Давайте смотрим на вот эту таблицу и поймем, что же Леонард Эйлер предложил считать континуантом. Видите ли вы, что вот сюда вообще не входит А нулевое. В нижней строке А нулевого нет вообще. Кстати, понятно почему? Потому что А нулевое только в числителе. Здесь ее доминатель 1, и это просто ни на что ни дома. В результате А нулевое вниз никогда не падет. Значит, все эти кушки зависят только от чисел А1, А2, А3 и так далее. Так? Так, хорошо. Дальше. Понятно ли вам, что вверху, наоборот, А нулевое вполне встречается? Довольно часто. Встречается. А первое встречается, и а второе встречается, и а третье встречается. Но есть такой эффект. Внимание, посмотрите. Нет ли связи между вот этими штуками? Нет ли связи между вот этими штуками? Или все-таки есть? Вот здесь написано А нулевое, А первое, плюс 1. А здесь А первое, А второе, плюс 2. Сдвиг номеров на единицу. И в результате А нулевое здесь отсутствует. То есть все номерки вот отсюда величественные единицы. Отлично. И здесь тоже есть точка. Вот было А0, А1, А2, стало А1, А2, А3. Было А0, стало А1. Было А2, стало А3. Значит, догадался Иоанна Филлер, скорее всего, ПН делить на КН это что-то, что пока что давайте просто обозначать квадратными скобками, но уже без точки запятой, потому что это не цепная тропь. это что-то от А нулевого, А первого, АН. А внизу это что-то от А первого, А второго, АН. Будете записать в эту форму. Вот как эта загадочная квадратная скобка работает, это ни в коем случае не целая часть. Это что-то другое. Вот как она работает, это мы сейчас будем разбираться. Но, в принципе, ПН как-то зависит от Аших. Всех Аших. КУН как-то зависит от всех Аших, кроме А нулевого. И еще очень важная вещь, что зависимость на самом деле одна и та же. Показывают вот эти стрелочки мои. Это видно, что, скорее всего, так всегда и будет. Разумеется, мы сейчас докажем, но наивно, скорее всего, так. Теперь я жду, когда кто-то из вас посмотрит на континуанту от А0, А1, А2, А3 и скажет правило, в котором она образована. Знаете, здесь выражение довольно сложное из пяти слагаемых. Что такое континуанта? Разглядывая вот эти вот четыре столбца, мы видим, что вот эти выражения очень хорошо связаны. Правильно? И связаны они следующим образом. Сдвиг в номере на единицу. Видите, здесь А1, А2, здесь было А0. Здесь вот 1, 2, 3, а там было А0, 1, 2. Вот, замечательно. И внизу нигде нет А0, а вверху, в положении А0, и есть. Значит, хотелось бы верить, что Pn делить на Qn выражается какой-то формулой, каким-то выражением, зависящим от всех ашек, деленным на выражение, зависящее от всех ашек, кроме А0. А0. Qn зависит только от первого, от второго и так далее. А0. И вот теперь великий вопрос. Что такое... Вот если писать четвертый, вот еще столбец для четырех. И не вот так вот, как я, а сообразить. Можете вы его написать? Можете догадаться, что там будет или нет? Я могу догадаться, что снизу. Вы можете догадаться про это? Да. Совершенно верно. Совершенно верно. Потому что фактически нужно будет переписать, сдвинув все на какие-нибудь. Отлично. А что сюда писать? Хотите, расскажу. Совершенно верно. Для континуанта есть следующее... Так, считаете, что все вот это запомнят, да? Ну, ровно так. Для континуанта есть следующая замечательная задвижность. Посмотрите. Пусть у меня есть выражение. А0 плюс единица делить на первое, плюс единица делить на второе, плюс единица делить на н. Смотрите, что я могу сделать. Я могу вот это вот представить в виде цепной дроби. Забыть про А0 и забыть про единицу. Могу? Да. И считается, что для этого у меня есть выражение. Какое выражение? Вот это раньше было А1, а теперь это играет роль того, что было А0. Понимаете, да? Поэтому я могу так и переписать. Смотрите. Это А0 плюс единица. Это вот эта единица. Деленая на. Деленая на что? На вот такую цепную дробь. Такая цепная дробь. Это вот эта вот. Только без А0 в этом все набирают где-то на единицу. Правильно? Замечательно. Значит, я так здесь и пишу. А1, А2 и так далее АМН. А знаменатель А2 и так далее АМН. Согласны? Так, пожалуйста, напишите цифра в этих формах. Вот эта и вот эта. Осталось совсем чуть-чуть. Как единицу поделить на дроби? Как единицу поделить на 13 восьмых? Сколько будет? Единицу поделить на 13 восьмых. Да. О, равен, знаю вам. Остальные? Делить единицу на какую-то дробь. Это что значит? Это что? Равно БА. Равно БАА. Отлично. Вот надо сейчас это применить. Вот здесь единица, а здесь дробь. Так что же мы тогда поделим? Значит, А2А. Вот это перепродит вверх. Все согласны? Да. Отлично. Делаю это. Делаю это. Убираю из знаменателя и аккуратно пишу в числете. А первое, запятая, а второе, а это не первое, а второе, а третье и так далее АМН. Потому что там у нас полностью начиналось больше. Отлично. Как прибавить к числу дробь? Надо число умножить на вот это и прибавить вот это. Почему? Почему? Потому что, чтобы превратить вот это число в то же один знаменатель, надо его умножить на этот знаменатель и написать 9 на тот же самый знаменатель. Так? То есть я наконец-то могу написать. В качестве знаменателя континуанту чисел А1, А2 и так далее АМН. А в качестве числителя смотрите что А нулевое умножить на континуанту чисел А1 и так далее АМН плюс континуанта чисел А2, А3 и так далее АМН. Так. Хорошо. Хорошо. Значит, мы с вами во всяком случае нашли форму, которая выражает следующую континуанту через предыдущую. Вот смотрите, в знаменателе вот эта штука это та континуанта, которая у нас уже была, правильно? Поэтому с ней проблем никаких нет. Мы знаем, что это такое. А вот в числителе у нас формула для следующей континуанта. Давайте я его аккуратно напишу. Значит, итак, континуанта получается следующим образом. Надо взять А нулевое умножить на континуанту чисел А1, АН и прибавить к этому континуанту чисел А2, А3 и так далее АМН. Это рекуррентная формула, но вполне себе несложная, понятная, но заметьте, пожалуйста, она сильно отличается от того, что здесь написано. Здесь написано АН, видите? А здесь написано что? А нулевое, в некотором смысле с другого конца, да? Вот, а главное, что это именно рекуррентная форма. И вот сейчас все упирается в ваше воображение. Пожалуйста, посмотрите на эти самые несколько континуантов. Вот, континуанта от числа А нулевое, это просто А нулевое. Кстати, континуанта, когда там ничего нет, это знаете, что такое? Континуанта, когда там ничего нет, это единица. Континуанта от числа А, это само число А. Континуанта от чисел АВ, это АВ плюс 1. Все понимают? Континуанта от трех чисел, это что? АВС плюс 2. Во-во-во-во, давай спешу. Континуанта от трех чисел, это АВС, только не плюс 2. Смотрите внимательно. Плюс А, плюс С. АВ почему-то нет. Причем, плюс 1 или нет? Нет, тут нет, никакого 1 нет. 1 это было вот здесь. Континуанта от четырех чисел, это их произведение. А0, А1, А2, А3. Потом произведение А0, А1. Потом произведение А0, А3. И потом произведение А2, А3. И еще, еще плюс 1. Еще плюс 1. Непонятно, что это такое, правда? Не очень. Ужас. А Эйлер понял. А Эйлер понял. Более того, вы если захотите, можете сейчас. То есть очень многие вещи, которые он понял, так просто не поймешь. А вот это вы можете понять. Придумайте форму. Какое-то есть простое правило. Если вам дали 5 чисел и попросили посчитать от них континуанты. Что надо сделать в первую очередь? Перемножить их все. Отлично. А еще? А еще вот дальше. Перемножить их не все, правильно? Вопрос. А не все? По какому принципу? Задача налогопроведческой контазии. Догадайтесь, что это за формула. Чтобы найти континуанту, надо написать несколько слагаемых. Одно из них получается, если перемножишь все числа. А дальше? А другие произведения как устроены? Надо из этого произведения вычеркивать часть множителей. И то, что останется, перемножать. На самом деле здесь важно, что вычеркнуть. Давайте нарисуем. Надо просто аккуратно. Давайте возьмем континуанту для трех чисел. Это для трех традиций. Жили-были. А, Б, С. Их перемножили. Вычеркнули. Б и С. Осталось А. Вычеркнули. А и Б. Осталось С. Так? Да. Хорошо. Теперь давайте континуанта для четырех чисел. Как она устроена? Перемножили. Здесь вычеркнули. А второе, а третье. Здесь вычеркнули. А первое, а второе. Здесь вычеркнули. А нулевое, а первое. А здесь вычеркнули. И А нулевое, а первое. И А второе, а третье. Ребята, надо вычеркивать пары. Только очень важно. Не просто пары. Если бы мы могли вычеркнуть А первое, а третье, то тогда у нас осталось бы А нуля два. А его здесь нет. Да. Надо вычеркивать пары рядом стоящих. Вот давайте я сейчас... Считайте, что все это запомнили. Хорошо? Давайте. Нет, нет. Давайте так. Вот это. Я влезу здесь внизу. Внизу напишу. Напишу континуанту для А, В, С, Д. Вот они. Четыре числа. Перемножаем все. Отлично. Вычеркиваем А и В. Что остается? С, Д. Остается С, Д. Вычеркиваем В и С. Остается А, В. Вычеркиваем С, Д. Остается А, В. Вычеркиваем А, В и С, Д. Остается единица. Вот так для четырех. Теперь для пяти. Для пяти. Для пяти. Вот так. Жили-были А, В, С, Д, Е. С, Д, Е. Одну и все вместе. Получается такая штука. Все вместе. Все вместе. А, В, С, Д, Е. Вычеркиваем А, В. С, Д, Е. С, Д, Е. Вычеркиваем В, С. А, Д, Е. Вычеркиваем С, Д. А, В, Е. Вычеркиваем Д, Е. А, В, С. А, В, С. Но еще можно вычеркивать одну пару и другую. Останется Е. Можно вычеркнуть эту пару и вот эту. Останется С. И можно вычеркнуть последние две пары. Останется А. Дошло? Да. И вот теперь давайте докажем, что вот эта формула правильная. У нас есть вот эта рекуррентная формула. Так вот, если мы с вами поймем, что тот принцип, который здесь вот я рассказал, срабатывает вот здесь, то у нас все будет хорошо. Вот этот прибежал из цепной дроби, а здесь мы просто придумали такую замечательную. Если выяснится, что наше придуманное удовлетворяет вот это правильство, то все согласовано. Понятно? Понятно. Так вот, ребята. Здесь же все такое написано. Здесь же все легко написано. Смотрите. Можно либо вычеркивать первую пару А0, А1, не вычеркивать. И тогда останется вот это. Если вы вычеркнули А0 и А1, то останется в точности вот это. Жили-были А0, А1, тогда и АН. А0 и А1 вычеркнули. Что осталось? Вот это осталось. Так. А можно А0, А1 не вычеркивать? Не в смысле, что А1 не вычеркивать, а в смысле, что вот эту пару не вычеркивать. Вот если вы эту пару вычеркнули, то осталось вот это. А если мы не будем вычеркивать эту пару, то А0 у нас что? Останется. И вот оно осталось. А на остальных числах, ну, может быть, вычеркивали, может быть, не вычеркивали. Уж как получится. Вот это инзунанта на остальных числах. То есть, вот это слагаемое, когда первую пару мы не вычеркивали. Повторяю. А первую мы могли вычеркивать вот в таком языке. Мы могли не вычеркивать. А вот это, когда мы первую пару, А0 и А1 вычеркивали. Что не поняли? Боюсь ничего. Не поняли? Частично. Частично не бывает. Нигде не бывает. Ну, то есть, когда... Вот на этих варень на доске... Ох... Вы пытаетесь ее на руку сказать? Я чего не могу сказать, если это не правда. Правда. Правда в целом, я не понял. Мело не нужен вам вообще. Мело положите. Туда-туда. Улыбку. Туда. Ну, хорошее. Что я понял. Так это для... Какого-то за количество A, B, C, D и т.д. У нас... Оно будет равно. Континуанты A, B, C и что там. У нас будет... Она равна. А сначала, когда мы вычеркиваем нулевое количество пар... Т.е. как оно получается слагаемое. Мы вычеркиваем пары из этого. И перемножаем то, что осталось. Т.е. когда мы ничего не вычеркиваем, то у нас получается все вместе перемноженное. По-моему, произведение, да. Да, произведение всего вместе. А потом, когда мы вычеркиваем... Мы вычеркиваем каждую пару, возможно, и каждые, возможно, пары одновременно. И перемножаем то, что у нас состоит. Но, в принципе, вычеркиваемые пары, они должны пересекаться. Да. И, соответственно, мы получаем вот это. А вот как это перевести именно в такую строку? Оно и есть. Оно и есть. Оно и есть. Оно и есть, но... Посмотрите внимательно. Если вас просят найти континуант от чисел, а нулевое, а первое и так далее, а n, то первые два числа, а нулевое и а первое. Мы либо вычеркиваем вот эти два соседнего числа, либо не вычеркиваем. Вот когда мы их вычеркнули, то получилось второе слагаемое. А, то второе получилось туда, это логично. Ага, на это я вас уже говорил. Да. А когда мы не вычеркнули пару, а ноль, а один, это значит, что фактически а нулевое осталось. Вот оно осталось, оно входит в произведение. А если а нулевое осталось, то есть, а с остальными числами можно вычеркивать какие-то пары, можно и не вычеркивать. Это уже как получится. Это и есть континуант от чисел а первое и так далее, а n. Если мы не тронули а нулевое, то все остальные пары мы можем вычеркивать, можем не вычеркивать. То есть, мы знаем, что мы не вычислили пару а нулевое, то это единственное означает, что а нулевое в произведение входит. Да. Все. Мы его пишем. То есть, если мы его пишем в произведение, то есть, оно будет выглазано. А то, если переводить в это, что выглазано? То есть, смотрите предыдущие индивидуанты. Если вы выносите там, я же выписывал вам все предыдущие, если посмотреть там, то, что есть а нулевое, все слагаемые с участием а нулевого, что они дают? Когда а нулевое вынесешь за сколько? Они дают континуанту от чисел а1 и так далее, а n. Так, если убрать все, где есть а? Если убрать все, где есть а нулевое, то остается континуанта от чисел а2 и так далее, а n. Да. А если наоборот, смотреть на те, где есть а нулевое, и а нулевое вынести за сколько, то это будет континуанта от чисел а1 и так далее, а n. Теперь поняли? Я не говорю, что это легко, ребята. Хорошая, замечательная теорема. Мы ее еще не пытаемся понять. Ладно, я ее опорно продолжаю, не понимаете? Что? И мне даже время нас не следить. Нет, что вы, задайте вопрос. Что вы не понимаете? Была ли у нас выписана явным образом континуанта от чисел а, b, c, d, e? Была? Да. Посмотрите на слагаемое, где нет буквы а. Что это такое? Это c, d, e. Что там еще есть? e и c, правильно? Да. А это же и есть континуанта от c, d, e. Просто в этом выражении, если забыть про а и посмотреть только на то, где а нет. Вот это и есть континуанта от c, d, e. А теперь из остальных слагаемых вынесите а. Будет b, c, d, e, d, e, b, e, b, c и единица. А это и есть континуанта четырех чисел b, c, d, e. Именно потому, что когда мы выбрасываем пару, то пару а, b либо выбрасываем, и тогда остается только c, d, e. Либо не выбрасываем, тогда а остается. Теперь поняли? А умножить континуанта b, c, d, e плюс континуанта c, d, e. Да, да. Так, вы поняли. Один понявший, это уже хорошее достижение. Остальные, я вижу, не поняли ничего. Ну ничего вам. Давайте двигаться дальше. А давайте-ка мы с вами посмотрим вот эти два обещанных равенца. Как они записываются в виде континуанта и нет ли у нас все-таки надежды понять. Значит, поехали. Что такое у нас pn-ное? Все помните? pn-ное что такое? Континуанта чисел... Так, мальчики, вы сейчас понимаете или уже перестали? Дальше. Что такое pn-ное? Отлично. Отлично. А вот теперь давайте перепишем вот эту формулу через вот это. Итак, что такое pn-ное по этой формуле? Понятно? Так я пишу. Континуанта чисел, ам, и двое, а первое и так далее, а n-ное. Так? Так ли не так? Отлично. Что такое вот это? Слушайте, а можно я множитель переставлю? Произдение же не зависит от этого. Окей. Это континуанта... Короче, то же самое, только n-н... Так. Умножить на ам на n и плюс... Континуанта есть. Круто. А теперь, как доказать эту формулу? Когда мы вычеркиваем, мы либо вычеркиваем два последних числа, вычеркиваем парню, а n-ное и а n-н-1, и остается вот это. Либо мы не вычеркиваем последнее число, и тогда оно остается, ну а перед ним остается континуанта. Так что, если вы поймете предыдущее рассуждение про континуанты, то вы за бесплатно получите доказатель этой формулы. А формула для Q чем отличается? А тем, что везде надо просто зачеркнуть а на его. И вы в точности получите формулу для Q. С тем же самым доказательным, естественно. С тем же самым доказательным. Поняли? Значит, у нас получаются две главные формулы теории зипнокровения совершенно запросточисленных монтей. Все понятно? Теперь вопрос. А что я реально не доказал? На самом деле много чего. Я не доказал одну из важнейших формул. В зависимости от черности она будет то единица, то минус единица. Эта формула чрезвычайно интересна. Я не доказал еще формулу о том, что PN минус второе PN минус второе PN минус второе. Оказывается, это тоже плюс-минус AN. Тоже зависит от черности. Она может понять при каких плюсах, при каких минусах.